И всем привет ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодня у нас новый интересный видеоролик посвященный игровой тематике, сегодня я его буду записывать в захвате флага, не один с нагибутерами Тёмчиком и Овецом, они на голосе сегодня со мной не будут, сегодня этот видос будет посвящен рассказу и игре в полузащите, да, то есть это одна из интереснейших позиций вообще у нас в игре, посмотрим что у нас из этого всего получится, посмотрим какие у нас катки пойдут, сегодня я позвал вот чисто игроков, которые будут нагибать и увозить, но я буду пытаться отыгрывать примерно определенную позицию на карте и посмотрим что у нас из этого выйдет. Для любого полузащитника, который играет не только в матчмейкинге, но и в других режимах, очень важно находить баланс между атакой и защитой и всегда пытаться находиться на двух флангах, то есть ваша задача как увести флаг, либо подстраховать своего тиммейта, так и защитить свою базу. Все зависит от того, где вы больше нужны и где вы лучше себя вообще чувствуете, то есть вы сами как бы должны какие-то определенные моменты прочувствовать, где-то проявить свою инициативу, где-то подстраховать тиммейта, увести флажочек и за счет этого выиграть какой-то определенный эпизод. Это одна наверное из самых непростых ролей на карте в любом режиме, но если я как бы рассматриваю более широко всю эту область, то для меня это все-таки конечно не обычные матчмейкинговые бои, а бои, ну хотя бы какие-то закрытки и киберспортивные какие-то боюшки, например, того же турнира сетапов или еще каких-то хардовых туриков. Что касаемо вооружения, сегодня я выбрал именно Викожигу. Викожигу я выбрал неспроста, как по мне это одно из тех вооружений, которые отлично подходят для принятия таких позиций, средних позиций на карте и реализации своих определенных моментов. Да, у меня есть отличные два атаки, которые будут пытаться вытаскивать свою команду и будут вытаскивать флаги, ну а я буду заниматься всей такой более черновой наверное работой и находить баланс между всеми этими сторонами. Пока мы уже конечно же ведем 1-0, но здесь есть шанс у противника на доставку флага за счет того, что Хантер прожал довольно грамотный овердрайв и целых три игрока оказались в стопе. Но это по сути наверное не является проблемой. Также что хотелось бы сказать про позицию полузащитника. Это позиция, которая имеет понятное дело, что свои нюансы и не возлагает столь большой и жесткой ответственности например на сейв своего флага. Все-таки это позиция, которая возможно реализуется и колется от тех же например защитников, которые тебе могут дать определенные правильные слова и ты за счет этих слов сделаешь свои определенные мувы по карте. Либо же ты ориентируешься на своем определенном видении на карте и на своих супер тиммейтах, которые тебе когда ты хочешь увезти флаг просто тебя отправляют в минус. Но не в этом как бы суть. Понятное дело, что например когда твой тиммейт увозит флаг, то ты должен сконцентрирован быть на своем штоке и отбивать его, соответственно подстраховывая свою базу, либо же его встречать. То есть тебе главное комбинировать все эти моменты и позиционировать себя как игрока, который умеет быстро перестраиваться и принимать правильные решения. Если вы не являетесь таким, то скорее всего у вас на этой позиции ничего не получится и вам ее стоит вообще поменять и задуматься например о том, что лучше вы будете просто например там атаковать или просто обычно стоять в депе. Потому что здесь от ваших решений практически всегда зависит доставка флага, да, либо же если противник на агрессии в большом количестве заходит на вашу базу и ваш дефер не справляется, то также о возвратах вам также нужно задуматься и всегда подстраховывать своего дефера, либо же перехватывать уже противника где-то в средней зоне. Как например сейчас, я конечно же выдвигаюсь на возврат, нежели буду пытаться там искать какого-то противника. Конечно при таком раскладе, когда на меня кто-то открывается, пытается законтрить, мне надо сыграть более грамм. Также можно сыграть немножко по-другому, если вы ведете по счету, если вы понимаете, что катка уже выиграна и у вас все в принципе будет получаться хорошо, то вы можете сыграть более сейвово, например либо подстраховывать своего игрока, который держит флажочек, либо же принимать противника, который движется на ваш флаг. То есть соответственно если у вас есть стабильный игрок, который держит флаг, вы просто видите противника например на левом фланге, на правом фланге и выдвигаетесь на него и сливаете его, дабы уже была какая-то определенная подстраховочка своего тиммейта, который в какой-то момент может просто получить на себя заход в 2-3 танка, а вы его просто нивелируете и соответственно не даете противнику шанс на большой заход, на большой возврат, либо же если уж и даете заход на свой флаг, то вы сбиваете ему например там аптечку, оставляете его на небольшом количестве здоровья и соответственно вытягиваете свой определенный момент. В данный период времени я все-таки сейвлю свой флаг и это тоже бывает играбельно для полудефера, но в большинстве своих случаев конечно лучше его не держать, а находиться где-то на остыре, как я уже сказал и на прикрытии, но здесь уж раз ситуация так потребовалась, я пытаюсь как бы сейвить флажочек по максимуму, пытаюсь перекручивать противника и ждать когда мои тиммейты вернут флаг. У меня пока не получается доставить, был хоть и возврат, но пару-тройку противников заходило, я пока сейвился, они увезли флажочек, я надеюсь на то, что сейчас мои тиммейты флажочек вернут, а у меня-то уже если честно тоже проблемы, у меня хп-то уже нету, я сейчас вообще наверное сгорю, если не сгорю, то не поставлю, ладно мне слили. Я с устройством кстати на утяжеленной конструкции, возможно здесь было бы лучше бы одеть бы другое устройство, а не это, лучше бы можно было бы наверное взять защиту от поджога, ну ладно, сливочек отписи тоже будет такое большое обилие жиг, то я уже займусь сменой данного вооружения. Пока я тоже как бы немножко поддефливаю свой флажочек за счет того, что противник начинает жестко прессовать, да и времени остается мало, позиции дефа на последних секундах для любого защитника и прикрытия своей базы это тоже отличный отыгрыш своего флага на своем штоке. Победа есть, все хорошо, не сказать, что получилось прям великолепно отыграть свою зону за счет того, что был размен и я сэвил флажочек, но в общем и целом главное, что мы катку выиграли, надеемся на то, что сейчас будет тоже какая-то интересная катка и попробуем отыграть уже более грамотно свою позицию. Конечно, желательно встретить команду, да, либо же тиммейта, который будет стоять на базе, например, у меня есть уже в тиме два атакера, которые будут увозить флаги, а я буду уже тогда полноценно отыгрывать свою позицию и возможно покажу какие-то еще новые определенные нюансы. Но, безусловно, вам всегда нужно думать о двух компонентах сразу, не думать об одном, да, например, то, что мне там надо подсейвить флаг, а не увезти его. Тебе надо думать и о том, что команде надо увезти и о том, чтобы флаг тоже не ушел. Поэтому, если ты комбинируешь данные две позиции и можешь и сейвить, и дергать, и у тебя все получается, значит ты отличный полузащитник, который реализует свою зону просто максимально круто. Может быть для кого-то это позиция там какого-то определенного саппорта, но я ее называю определенный именно полузащитник. Саппорт в моем понимании это немножечко другое и возможно в дальнейшем, что касаемо саппорта, я вам тоже покажу и расскажу. Здесь катка у нас довольно простая, соответственно, если мои тиммейты дергают флаги, то я могу уже на начальной стадии просто нагибать вражеский респ. И тем самым не давать противнику уже даже на ранних стадиях, на стадии респа заходить в атаку. То есть я отбиваю их, они уже не заходят, значит моя задача выполняется максимально грамотно. Ну а если там пропускаю кого-то, то пропускаю уже не на полном здоровье. Это самый грамотный и правильный отрыв. 3-0 мы уже ведем, и это походу турбо-каточка. Ну а я в свою очередь продолжаю занимать определенную позицию. И у нас как бы и заходов-то нет на нашу базу. 4-0 ведем. 1 минута 20 катки. И похоже это все. Это все. Можно было бы даже попытаться там что-то дернуть. Но ситуация этого, наверное, даже здесь и не потребовала с какими-то игроками. Что я еще должен делать? Вторая катка имеется. Не знаю сколько боев сегодня сыграем, но хотелось бы просто получить полноценную картину. Правильные отыгрыши. И вообще хотелось бы, наверное, встретить более плотную команду, как и в первой катке. С которой можно было бы получше поиграть и побольше интересных моментов показать. Карта отличная, будущее. Надеюсь на то, что сейчас противник будет оттачить. Я выдвигаюсь сразу же на принятие правой зоны. Надеюсь на то, что слева сейчас никто не пройдет. Но если пройдет, то я отлично могу проконтролировать и просмотреть вообще эту зону. Сделать акцент сейчас на подборе дропа. И на принятие правой зоны, как я уже сказал. Одного противника я точно соберу с собой. И второго мы быстренько тоже респим. Заходов пока на наш флаг нет. И это очень даже хорошо, что мы сейчас эту позицию стабильно отыгрываем. Уходим на респ. Аптечка, конечно, у меня была и можно было бы ее там подобрать. Но там, походу, противник дефит свой флаг. И возможно сейчас, если атаки особой не будет, то я пойду подключусь и помогу своим тиммейтам с увозом. Но я вижу, что уже кто-то дергает флаг, а у нас начинается заход на нашу базу. Мне надо, конечно же, его отбить, дабы доставка флага была. Темочка уже везет. Ну а хантеры сейчас мы быстро отрезаем. И тогда уж, если ведем по счету, займемся отжимом дальше правой зоны и респом противника. Соответственно, поглядывая за своим дефом и отбивая те танки, которые будут заходить. Есть еще хори арта, которая сверху может терроризировать наших игроков и атакующих, и дефовых. И по сути, если вы играете, ну вернее отыгрываете свою позицию, и у вас уже есть такие пробелы, когда на вас либо противник не едет, либо у вас есть возможность помочь уничтожить этого самого противника, который мешает вашим тиммейтам, то вы, соответственно, быстро-быстро подключаетесь и пытаетесь его слить. Но, когда получаете крит ошибку, конечно, ничего вы уже слить не сможете. Я сейчас быстро попытаюсь обновиться. Надеюсь, что я успею вернуться, и у нас флаг еще до этого момента здесь с базой не уйдет. Если уйдет, то будет, конечно, не совсем приятно. В плане очков полузащитника в матчмейкинге, что я вам могу сказать на этот счет? Что я вам могу сказать на этот счет? Бывают катки, где у вас не будет большого количества очков, если на вашу базу не будет ехать большое количество противников. Бывают катки, где наоборот у вас будет большое количество. Если массивные есть и атаки, и вы постоянно принимаете, возвращаете, то уже опыт будет неплохой. Но если сравнить вообще опыт полу-дефера и дефера, то я думаю, что в большинстве случаев полу-дефер все равно будет опыта больше получать, в том, что он выдвигается, сливает больше противника, делает больше киллов, но не получает тот самый драгоценный опыт за доставки флагов. Если же ты еще бы доставлял бы флаги, то еще, соответственно, дополнительно бы фармил бы очки и мог бы еще бы с этого получать. Ну а так, без дополнительного фарма все равно, вот, например, Темик там ставит флаги, у него там всего лишь пока что 30 очков больше, чем у меня. Соответственно, даже делая киллы, я по табу сохраняю свои строчки. Ну и вот сейчас даже, видя, что справа никого из противников нету, могу выдвинуться на левый фланг и попробовать немножко прикрыть своего тиммейта, возможно, даже где-то подстроиться под правовозик и спокойнейшим образом доставить еще один флажочек. У меня, правда, там рта какая-то жесткая респанула. 4-0 ведем, 3 минуты до конца, все складывается максимально благоприятно для нас, для нашей команды, и для всех игроков нашего пати в целом. Занимаем лидирующие позиции, да, и тянем особо не такую уж и сложную катку, наверное, где противник хоть и пытается сопротивляться, где-то занимает какие-то позиции, но увести флажочек пока что с нашей базы не может. Соответственно, все правильные действия на карте мы делаем довольно-таки знатно, даже при том раскладе, что у нас нет потенциального дефера игрока, который стоит на базе и, например, отминирует базу и дефует свой флажочек. То есть даже без этого компонента мы спокойнейшим образом тянем катку за счет того, что я успеваю принимать противника где-то в средней зоне. И при таком раскладе, да, даже тот же самый потенциальный дефер может изменить свой деф на более атакующий вид, да, и уже как бы стать потенциально полудефером, полуигроком тем, который принимает вражеские танки. Соответственно, уже в этом компоненте у него игра будет также более прибыльная в плане очков. Ну и давайте, наверное, скатаем уже последнюю катку. Какая-то уже будет четвертая катка, хоть эти катки такие с досрочкой, но есть какие-то моменты, которые определенно можно показать даже в этой катке, которая была, да, то есть давление под правую зоночку и эффективность этого момента вы как бы сами все видели. Карта Кюльн. Сбалансированная карта с двумя боковыми заходами и заходом по центру, которую желательно контролировать со всех сторон, но я все-таки, наверное, решу сделать акцент больше на центр и на приемку игроков отсюда, да и встреча с тиммейтов на этой зоне тоже является более правильной. Вы можете легко подключиться и встретиться. Ну, здесь, конечно, немножко погоняюсь. Солью арту, которая может немножко подбесить наших тиммейтов. Ну и если уж противник сейчас оттачить жестко не будет, то я уже встану где-то в районе вражеской базы и там уже буду пытаться накидывать урон. Также вы заметили, что флаги особо я не вожу, потому что я все-таки не являюсь тем самым атакером, который должен возить флаги. Моя задача больше, наверное, терроризировать противника и больше его фокусить. Ну, вот, например, когда сейчас я захожу, да, и как бы уже полноценно, полноценно понимаю, что я не имею полного расходника и не имею тех игроков, которые, например, стоят на вражеском штоке либо же хотят увозить флажочек, то я могу его сам как бы дернуть, отвести до какой-то определенной позиции, меня там, например, встретит какой-то атакер и я ему скину флаг, уйду на рез. Да, либо же сам продолжу увоз и под меня, например, кто-то подстроится. Но я в дальнейшем все равно буду позиционировать себя как тот чел, который будет больше страховать, нежели дергать флаг. Не надо всегда заигрываться и думать о том, что если ты уж, например, там начал тащить, то ты уже такой какой-то жесткий атакер, ты должен все-таки заниматься тем, чем ты должен заниматься, а не переигрывать и начинать фокусировать свое внимание немножечко на другом. Лучше уж сделать свою работу и не углубляться в ту же атаку, которую может сделать легкий танк. А ты просто сольешь тех типов, которые могут помешать твоему атакеру и, соответственно, облегчишь ему жизнь, и он сможет полноценно его уже реализовать намного быстрее, нежели сделаешь это ты. А если ты, например, наоборот, не подстрахуешь, пожадничаешь и попробуешь сам дергнуть и сам все сделать, то, возможно, прилетит такая оплеуха, когда ты не сам не увезешь, ни твой тиммейт в дальнейшем ничего не сможет сделать, потому что его потом также разберут. В общем и целом, наверное, это все, что я хотел показать вам сегодня. Я не буду затягивать с этим видосом. Если он вам понравился, если у вас есть какие-то вопросы, то пишите в комментариях. Я попытаюсь на все эти ваши комментарии дать ответ и, возможно, что-то еще напишу там, либо же, возможно, сделаем какой-то еще обзор, да, просто эта позиция не самая приятная. И, возможно, есть еще какие-то, ну, невозможно, они есть определенные моменты, на которые тоже можно обратить внимание, все-таки для более плотного обзора желательно не иметь в своей команде столь жестких нагибаторов, и тогда у тебя будет чуть больше работы, но это все-таки, понятное дело, что матчмейкинг, возможно, в дальнейшем будут примеры на катках сверху из турниров, да, есть у меня такие тоже заготовки, наработки, да, и мысли, которые можно было бы реализовать, но это все может быть реализуемо, да, друзья, только в том случае, если вам это будет интересно, если вы это поддержите, если вы этого реально будете хотеть, то есть на первой части, на второй вы поддержали, мне это понравилось, если будет также активность у нас дальше продолжаться, и вы будете писать, возможно, свои какие-то комментарии, пожелания, и что вы бы хотели бы увидеть дальше, потому что я к ним в последнее время пытаюсь очень сильно даже прислушиваться, то мы будем продолжать записывать подобного рода интересные видеоролики. Ну а у нас на сегодня, друзья, все, всем спасибо за просмотр, с вами был мистер Ванька, всем удачи и всем пока!